Всем добрый вечер. Меня зовут Катя. Я студентка пятого курса литературного института Максима Горького. Учусь на писателя, оканчиваю в этом году и веду уже три года лекции по литературе. Я создатель проекта «Литература и прекрасная». Веду лекции с вином. В этом году я сотрудничала в свинодельне на Кубани, Шато-Тамань. Также я пишу и сценарист некоторых фильмов. Сейчас у меня идет проект, который называется «Цикл пороки писателей». Там я рассказываю, нужно ли отделять личность писателя от его творчества, был ли Достоевский педофилом. Просматриваю личность Цветаевой, какой она была матерью в поэзии, какой она была матерью в жизни. И объединилась с одним искусствоведом, открыла онлайн-курс «Русский авангард», течение достаточно неизученное. И рассматриваю «Русский авангард» с точки зрения литературы и с точки зрения искусства. Сегодня я хотела бы рассказать вам, как читать произведения Достоевского и как вообще анализировать художественное произведение XIX века. У меня есть какой-то свой алгоритм, надеюсь, он вам поможет. И для начала я хотела бы спросить, читали ли вообще Достоевского. Думаю, что читали. Конечно, читали. Что читали? «Наказание». Супер. «Идиот». Отлично. «Бесы» про нигилистов. Ага. «Карамазовы». Замечательно. Отлично. Сегодня как раз таки буду опираться на одно из самых главных его произведений – это «Преступление-наказание». Вы простите, будет много текста, но без него никак. Также будет много комментариев. Надеюсь, вы мне поможете, буду задавать вопросы. Итак, как читать произведения Достоевского? Есть один алгоритм анализа произведения. Вообще, я его создала для того, чтобы глубже понимать замысел автора. Первое – это надо знать биографию. Скучно, не нужно знать, когда женился, где учился и так далее. Однако многие события из жизни писателей перекликаются с его творчеством. Когда мы читаем, я сегодня буду показывать это на примерах, читаем некоторые отрывки, мы понимаем, где мы читаем выдумку, а где мы читаем действительно личный дневник автора. И можем глубже проникнуться этой историей. История создания. При каких условиях была создана? Какая была эпоха в тот момент в России? Какие были события? Потому что у нас в XIX веке царил реализм, и задача реалистов была описать окружающую их действительность. Хотя, конечно, многие писатели XIX века, писали по заказу политическому. Композиция. В основном у нас либо идет последовательная композиция, либо кольцевая. В данном случае в романах Достоевского не особо прослеживается какая-то интересная композиция. Но если вы где-то замечаете в литературе кольцевую композицию, допустим, у нас начинается роман с рождения ребенка и заканчивается рождением ребенка, то мы можем видеть это кольцо. Система персонажей, естественно. Идеология автора. Важно понимать вообще философию автора, по каким правилам он жил. Потому что когда мы понимаем философию автора, мы можем глубже понять его авторскую позицию. На чьей стороне он любил ли, допустим, Достоевский и Раскольникова, был ли он ему понятен. Или ему был понятен больше герой, как Анна, которая была у нас как раз-таки старухой-проценщицей, которую убил Раскольников. Направление, как я уже сказала, в XIX веке с 30-х годов у нас царил реализм. До этого был кассицизм, сентиментализм, романтизм. Сегодня тоже буду про это подробнее говорить. И художественные тропы. Художественные тропы – это эпитеты, метафоры. Но сегодня буду говорить именно про звукописи, как она влияет на подсознание читателей. Итак, поехали. Начнем с биографии, как и говорится в моем алгоритме анализа произведений. Достоевский был из достаточно бедной семьи. Его отец был лекарем. Лекарем он работал в Маринской больнице для бедных. И Достоевского был отец тираном. Немногие это знают. Он был тираном. Как раз-таки он был прототипом из братьев Карамазовых, того отца. И отец Достоевского был убит. И потом Достоевский долгое время чувствовал вину за это. И чтобы размотать нервы, как, в принципе, он делал с каждым своим произведением, чтобы размотать нервы, он описывал свои глубокие душевные переживания в своем творчестве. Что сам говорил Достоевский про свою семью, про свою жизнь, несмотря на все события. Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор, как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Хотя на самом деле отец был тираном. В 9 часов вечера ни раньше, ни позже накрывался обыкновенный ужин и стол. И поужинав мы, мальчики, становились перед образом. Прочитывали молитвы и, простившись с родителями, отходили ко сну. Подобное препровождение времени повторялось ежедневно. Когда Достоевскому было 9 лет, его подруга Маша, в этой как раз-таки Мариинской больнице для бедных, где работал отец Достоевского, умерла. Умерла она из-за того, что ее изнасиловал пьяный казак. И потом это осталось в памяти, естественно, все мы родом из детства, и все у нас душевные травмы из детства. И практически в каждом произведении Достоевского у нас встречается образ изнасилованной девочки. Потом Достоевского обвиняли в педофилии, якобы его биограф страхов приводил к нему в баню девочку, которую насиловал Достоевский. А, возможно, это была изнасилованная девочка из-за того, что он в детстве увидел, как его подруга близкая была изнасилована и умерла. Врачи не смогли ее спасти в этой больнице. Несмотря на все это, Достоевский говорил, что вот я происходил из семейства русского благочестивого, и обстановка в детстве была у меня нормальная. Но очень важно еще смотреть, какая была обстановка в детстве у автора. Если есть какая-то информация, например, ведущая тема в творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова – это тема одиночества. Потому что Лермонтов в три года, допустим, лишился матери, отец у него был Юрий Моряком, и занималась воспитанием маленького Миши, его бабушка Лизавета, которая была зажиточной и редко разрешала видеться Лермонтову с отцом. Поэтому ведущая тема у нас – одиночество. Что было с Достоевским? Достоевский у нас вообще по образованию инженер. И занимался военной службой, это все нравилось его отцу. Он служил недолго, потому что его это не интересовало, и служил, потому что надо было какое-то время послужить. И долгое время он занимался литературными переводами. Он знал много языков, но переводы у него не шли. И он написал потрясающую вещь, называется «Эпистолярный роман». Эпистолярный роман – это роман в письмах. «Бедные люди». У нас маленький человек рождается, самый главный маленький человек, рождается в русской литературе у Гоголя. Это повесть «Шинель». И Достоевский продолжил эту традицию маленького человека в русской литературе в «Бедных людях». Как раз-таки он, когда был маленьким, он, я уже сказала, был в Маринской больнице для бедных. Там воспитывался, проводил время, где работал его отец. И он запоминал все эти разговоры, диалоги бедных людей. И написал потрясающий роман. Роман вышел в журнале Некрасова. Он отправил этот роман Некрасову и засыпал с мыслью «Они будут смеяться над моими бедными людьми». В 4 часа ночи его разбудил Некрасов с Григоровичем. Вбежали в его комнату, расцеловали его, говорят, написал потрясающую вещь, мы тебя печатаем в моем журнале. И подумали, что это важнее будет сказать, чем дать писателю выспаться. И быть напечатанным в петербургском сборнике, так назывался журнал Некрасова, это уже значит стать известным. Некрасов сказал, что новый Гоголь родился. Сказал это Белинскому, известному критику. Белинский у нас там всех хвалил постоянно. А Белинский говорит, что у нас в Гоголе грибы растут. Прочитал, действительно сказал, что новый Гоголь родился. И вот Достоевский попадает в круг литераторов. Его не любил Тургенев, у него были ужасные отношения. Кстати, Тургенев сказал, что ты вскочил на литературе, как ярый прыщ. И у них постоянно была вражда. Тургенев был самым высокооплачиваемым писателем в XIX веке. Как-то раз даже Достоевский занял у Тургенева, ну некому ему было обратиться, занял у Тургенева 100 талеров. Какой-то вот 100, не могу сказать, какая валюта. И вернул, правда, долг через 11 лет. Для Тургенева это была вообще плевая сумма. И Тургенев потом написал, что мне не вернул долг. Потом написал, что вернул только половину. А есть документы, которые задействуют о том, что он вернул, да, через 11 лет, но вернул. И потом Достоевский как-то в Париже встретился с Тургеневым и сказал, знаете что, Иван Сергеевич, ну купите себе телескоп. Он говорит, зачем мне телескоп? Он говорит, ну может быть вам хоть оттуда будет видна наша Россия, потому что Тургенев считал себя немецким писателем, ему нравилось. А Достоевский говорит, что это писатель, который из русского сделался немецким. И Достоевского раздражало подражание европейской литературы. Но мало кто знает, что Достоевский много украл у английского писателя Чарльза Диккенса. Я даже как-то мне было, наверное, лет 16 выступала с работой Достоевский и Диккенс. И там были судьи, вот такие прям бабки из РГФ, романа германской филологии Кубанского университета. И они сказали, как вы можете великого русского писателя сравнивать с обычным писателем Чарльзом Диккенса. А потом я приехала в Москву, поступила, училась и услышала у известного литературоведа, он задал вопрос в аудиторию, ну вы же знаете, у кого все украл Достоевский? Да, он сейчас за Диккенса. Я думаю, вот вы слышали бы это, судьи, когда мне было 16 лет, и обвиняли меня в этом. Но Достоевского раздражал Запад, а оказывается, он сам много воровал у европейской литературы и был одним из самых европейских русских писателей. И причем упрекал в европейщем не Тургене, как я уже сказала ранее. Что произошло? В 1955 год Николай I умирает, на престол становится Александр II, его сын. Считается, что Александр II был самым лучшим правителем за всю историю России. И тут происходят интересные события. 1955 год вообще такой напряженный год для России, потому что все находятся в подвешенном состоянии. Нужно отменять крепостное право, крепостное право у нас было отменено в 1961 году. Или не нужно его отменять, куда идти мужикам работать. Крестьяне сами не понимают, что им делать крепостные. Оставаться, они не знают, как жить свободно. Литература у нас пишется все-таки больше про народ. И распространяет Достоевский со своими друзьями письмо о том, где они ругают православную церковь, где они ругают монархию. И за эти письма, они хотели создать частную типографию, которая будет распространять эти листовки, Достоевского арестовывают с его друзьями. И говорят, ну все, ребят, мы тут вас сейчас будем казнить. Поэтому был он арестован 23 апреля в 1949 году. Что пишет? Естественно, казни никакой не было, потому что преступление казани было написано в 1966 году. Казни никакой не было, все это отменили, сделали фарс, шутку. Что пишет, это очень важно, простите за много текста, Достоевский своему брату Михаилу. У них с Михаилом был журнал, который назывался «Время». Михаил Михайлович и Федор Михайлович. «Брат, любезный друг мой, все решено. Я приговорен к четырехлетним работам в крепости, кажется, Оренбургской. И потом в рядовые. Отменили каторгу и сказали, ну вы просто поедете в Сибирь. Ой, отменили казнь и сказали, вы просто поедете в Сибирь на каторгу. Сегодня, 22 декабря, нас отвезли на Семеновский плац. Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головой шпаги и устроили наш предсмертный туалет, белые рубахи. Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был второй очереди, и жить мне оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих, в последнюю минуту ты, только один ты, был в уме моем. Я тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый. Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, друзей, которых тоже должны были казнить, которые были возле, и проститься с ними. Наконец ударили отбой, привязанных к столбу привели назад, и нам прочли, что его императорское величество дарует нам жизнь. Затем последовали настоящие приговоры. Кто помнит роман «Идиот»? Вот, совершенно верно, это было в «Идиоте». Сейчас немного посвящу в курс дела. У нас главный герой – «Идиот», князь Мышкин, который приезжает и приходит в дом Япончина. Он ведет диалог с дочерьми Япончина, и ни к селу, ни к городу он начинает говорить о том, как его какой-то друг должен был быть казнен, и после казни отменили, и после этого он начал ценить жизнь. То есть мы следим за сюжетом, потом понимаем, что этот отрывок ни к чему. И даже у него одна из героиней, Александра, спрашивает, а вы нам для чего это сейчас рассказали? Он говорит, да так вспомнилось. И когда мы это читаем в «Идиоте», мы понимаем, что просто Достоевскому нужно было это где-то выложить, просто ему нужно было это пережить. Это интересный метод, я сама как писатель понимаю, что что-то перекладываешь из жизни, и когда пишешь, анализируешь, и выдыхаешь, отдыхаешь с этой историей. Как было в «Идиоте»? Вот только что мы прочитали его письмо брата. Этот человек был разведен, рассказывает князь Мышкин про какого-то своего друга, который был казнен, должен был быть казнен. Этот человек был разведен вместе с другими, на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни, расстрелянием за политическое преступление. Все сходится. Минут через 20 прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания, но однако же в промежутке между двумя приговорами 20 минут, или по крайней мере четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. Мой знакомый стоял восьмым по очереди, стало быть, ему приходилось идти к столбам в третью очередь. Священник обошел всех с крестом, выходило, что остается жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении. Так что он еще распоряжения разные сделал, рассчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил минуты две, потом две минуты еще положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. И там дальше он рассказывает, как этот его друг посмотрел на солнце, которое упало на купол церкви и подумал, как же это красиво. И когда он простился с товарищами, настали те две минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя. Он знал заранее, о чем он будет думать. Ему все хотелось представить себе как можно скорее и ярче, что вот как же это так, он теперь есть и живет, а через три минуты уже ничто, кто-то или что-то. Так кто же, где же? И когда мы это читаем, отрывок, зная биографию автора, мы понимаем, что это его настоящее переживание, это то, что чувствовал Достоевский перед смертной казнью. Ну, казнь не бывает смертной, да, извините, забыли о названии. И Александра говорит, и что же после этого? Ваш друг начал ценить жизнь? Потому что дальше идет повествование о том, как его друг сказал, что вот, когда отменили казнь, он теперь будет все ценить, он будет жить и считая каждую минуту. И князь Мышкин отвечает, нет, знаете, не стал ценить. И сам Достоевский не стал после этого ценить жизнь, потому что много у него было грехопадения. Каторга. Что было интересно с этой каторгой? Вот он отправился на каторгу и писал своему брату. «Одинокий душевно я пересматривал всю прошлую жизнь мою, перебирал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошедшее, судил себя один неумолимо и строго, и даже в иной час благословял судьбу за то, что послало мне это уединение, без которого не состоялось бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни моей». Когда Достоевский был маленьким, он писал, что очень боялся крепостных. Они казались ему страшными людьми, и когда был маленьким, он услышал, что кричит, «Волк бежит, волк бежит, волк бежит». И он понесся и увидел Мария, крепостного, который у них был, и орал, «Волк бежит», а тот Мария, у него были руки в земле, он его так взял, говорит, «Успокойся, никакого волка нет, ты иди, а я тут буду за тобой стоять и смотреть, иди домой, я буду стоять и смотреть, чтобы тебя волк не надо». И он пошел, маленький Достоевский, и обговорачивался, а Мария на него смотрела, кивала, иди, 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 все нормально, не будет никакого волка. И после этого он пересмотрел свое отношение к крепостным, вот вроде бы стал каким-то народником. Потом это вспоминал, писал, и он пересмотрел также свое отношение к каторжным. Это потом появляется у нас в преступлении наказания. И вот когда здесь на каторге я сошел с нары, огляделся кругом, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных каторжников совсем другим взглядом, и что вдруг исчезли всякий страх и всякая ненависть в сердце моем. Я пошел вглядывать встречающиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик с клеймами на лице, хмельной, орущей свою рьяную, сиплую песню, может быть такой же Марий, ведь я же не могу заглянуть в его сердце. Это у нас было все по биографии. Мы уже посмотрели, как перекликаются творчества Достоевского с его реальной жизнью. Реализм. В 1830 году у нас Александр Сергеевич Пушкин открывает новое направление в русской литературе, которое называлось реализм. Все были реалисты, у всех была задача описать окружающую их действительность, отобразить галерею человеческих пороков, потому что все только этим и занимались. Гоголь у нас про помещиков показывает, а Гончаров в Обломове показывает семилетку, когда в России ничего не было, когда все были в таком сне, в этой Обломовке, которая была описана. В 1959 год «Островский гроза», «Бессилие женщины» и «Страна находится в этом побеженном состоянии до отмены крепостного права». Принес реализм Пушкин. До Пушкина у нас господствовал на сцене литературы классицизм. Классицизм – это Грибыет в горе от ума, это Фанвизин недоросль. Есть черты классицизма, которые сохранились в реализме. Это говорящие фамилии. То есть в классицизме у нас четко делятся герои на отрицательных и положительных. Мы это понимаем по говорящим именам или говорящим фамилиям. В реализме уже не так. В реализме нам уже идет какой-то психологизм, мы уже показываем, что не бывает абсолютно плохих, не бывает абсолютно хороших людей. Мы рассказываем какие-то их пороки, какие-то их хорошие качества, положительные. Был еще до классицизма романтизм, сентиментализм. Есть некоторые пятна романтизма в XIX веке. Это Лермонтов, песня о купце Калашникове, Мцири и Горький даже в старухе Зергель. Но так у нас твердо держится реализм. И это было даже политически выгодно, многое писалось по заказу, чтобы вразумить народ. Потому что писатели в XIX веке имели особую какую-то политическую власть, которая действовала на дворянство. А сейчас это, конечно, немножко не так, и писатели не сильно поддерживают. Так вот, у нас, естественно, Достоевский пишет в чертах реализма. Но он стал новатором в этом направлении. В чем было его новаторство, как вы думаете? Ну, допустим, Евгений Онегин, да, у нас там какая-то есть попытка на самоанализ, вечно пьяный, скучающий Онегин, который не понимает, что ему делать. Что Достоевского интересует в его романах? Страдания. Страдания, это естественно. Ну, вообще, у него много символизма очень. Символизма, конечно, там и магия чисел, магия цвета. И основной цвет в преступлении Казани грязно-желтый, болезненный. У нас там и грязно-желтая вода, и грязно-желтое лицо у Мармеладова, которое было пьяное, и грязно-желтые обои в комнате Раскольникова, и грязно-желтый шкаф. Достоевский стал новатором, потому что его интересовала личность. Он считал, что личность – это первичная творческая реальность. По сути, у нас преступление-наказание – это первый русский детектив. Нам интересно, но мы понимаем, что мы уже все знаем, самые первые. Мы, читатели, знаем, кто убил эту старуху. Бессмысленное, абсолютно бессмысленное убийство, непонятно, что он там хотел. Кстати, я хотела задать вопрос. Мы потом на протяжении всего романа смотрим эволюцию души Раскольникова. Как он себя анализирует. И нам же интересно. Владимир Набоков писал. Первый раз я прочитал «Преступление-наказание» в 12 лет. Потрясающе. Мне было это интересно. Я следил за событиями на одном дыхании. Второй раз я прочитал в 19 лет. Какая скукотища, потому что я уже знал, чем закончится. То есть пока мы не берем «Преступление-наказание», нам интересно. Мы следим за эволюцией души главного героя Раскольникова. Как говорил Достоевский, «Без падения нельзя познать Христа». Набокова это убывало. Он говорит, как это так? Можно каждый у него герой, чтобы прийти к какой-то святой традиции, должен обязательно совершить какой-то грех. И Бунин потом говорил, ну да, у нас же Достоевский сует Христа куда надо и не надо. Везде у нас там... А почему у нас везде церковь? Потому что когда... Не церковь, а православие. Почему? Потому что этот Христос появляется у Достоевского на каторге. Он, чтобы не сойти с ума, начал уже фанатеть от религии. И появляется у нас постоянно крест, в принципе, как символ крест, и бог, к которому приходят все герои. Поэтому его интересует именно личность. До этого был интересен сюжет, были, конечно, психологические истории. Вот Евгений Анянкин – это попытка на психоанализ. Первый социально-психологический роман – это герой нашего времени, естественно. Когда у нас главный герой Печорин, мы погружаемся в его дневник, в журнал Печорина, и смотрим, как он... Говорят, во мне живут два человека, один вечно осудит, другого, второй поступает. Я играю с чувствами женщин, мне того, что мне скучно. Я не знаю, кто я, для какой цели я родился. Кстати, Белинский говорил, что Евгений Анянкин – это энциклопедия русской жизни. А герой нашего времени, вот повесть «Тамань» – это жемчужина русской прозы. Это был Белинский, который достаточно часто всех хвалил. И был другой критик, Писарев, который говорил, что ничего русского ни в романе Евгений Онегин, ни в романе «Герой нашего времени» нет. Почему? Потому что и Пушкин, и Лермонтов подражали французской литературе. Вот и все. «Преступление и наказание». «В декабре я начну роман». Опять письмо брату. «Не помнишь ли я говорил тебе про одну исповедь роман?» Почему исповедь роман? Потому что у нас главный герой исповедуется, который я хотел писать после всех, говоря, что еще самому надо пережить. О днях я совершенно решил писать его немедля. Все сердце мое с кровью положится в этот роман. Я задумывал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения. Ну вот это тоже интересно, задумывал ли он его в каторге, потому что чуть позднее расскажу про историю создания. Вот так выглядел «Преступление и наказание». Был напечатан в журнале «Русский вестник». И изначально называл Достоевский его психологический отчет одного преступления. Это тоже интересно, потому что это именно психологический отчет. Действие современное. В нынешнем году молодой человек, исключенный из студентов университета, решился убить одну старуху. Мы так и не понимаем, почему он решил убить одну старуху. Титулярную советницу, дающую деньги под проценты. В повести моей, в повести, конечно, он имел в виду не жанровое определение произведения, а именно в повести, как в повествовании. Есть, кроме того, намек на ту мысль, что налагаемое юридическое наказание за преступление гораздо меньше устрашает преступника, чем думают законодатели. Отчасти потому, что он и сам его нравственно требует. Вот то, о чем я говорила, что действительно у нас главный герой нравственно требует этого наказания, и нам интересно следить за его муками. Вот теперь у меня вопрос к вам. Почему решил убить Раскольников старуху-проценщицу, Алену Ивановну? Может, чтобы как удастся, как личность? Или право имею. Вошья или Наполеон, он же у нас был, на самом деле, это у нас такой первый нигилист в русской литературе, потом бесы у нас роман о нигилистах. Он хотел себя уверить в том, что я имею право, что мы знакомимся с его статьей, что якобы общество делится на две части. Одни, которые служат, другие, которые имеют власть. С другой стороны, он якобы перед убийством слышит разговор студента-офицера про эту старуху-проценщицу, которая всех достала в Петербурге, которая вот взять бы ее топором-то и зарубить, и она всем портит жизнь, и Дуня, его сестра Раскольникова, хочет выйти замуж с Федригайловой для того, чтобы спасти от бедствия свою семью, и вроде бы есть какая-то благородная мысль в этом убийстве. Я всем помогу и семью свою спасу. Всем в Петербурге, кто относит ей вещи под проценты, и свою семью спасу. С другой стороны, я хочу проверить, могу ли не могу. И один литературовед заметил, что на самом деле Достоевский сам хотел проверить, сможет ли он кого-то убить или не сможет кого-то убить. Правда, такие люди, как Раскольников, не убивают. Они не способны на убийство. И там у нас много есть деталей, которые говорят о том, что он не убийство. Например, он брал топор и рубил не лезвием, а позухом, то есть другой стороной. История о создании. Знаете, кто такой Герасим Чистов? Значит так. У нас газета «Голос». Тут повествуют статью, статью публикуют. А Герасим Чистове или Чистове, это не важно. Студент в этом году, в котором начал писать роман Федор Михайлович Достоевский, с целью ограбления купчихи Дубровиной, зашел к ней в дом, убил прачку и кухарку топором, чтобы ограбить эту купчиху Дубровину. То есть у нас сюжетная история абсолютно сходится. Был исторический реальный прототип у Раскольникова. И также был еще Франсуал Сенер, такой поэт, которого казнили. он писал стихи о том, что он может убить человека и он имеет право убить человека, потому что для него убить человека все равно, что выпить бокал вина. Получается, что у самого Раскольникова были исторические прототипы. От Франсуала Сенер он взял историю о том, что я имею право убить и могу ли я убить. А у Герасима Чистова в принципе весь сюжет убийства. Всю эту историю. Родион Романович Раскольников. Вы знаете, что это за место? Может, отдыхал там? Поцелуй морей? Остров Родос. Да, сейчас буду говорить про значение имен. Достоевский прекрасно знал древнегреческий язык и все имена имеют символику и, естественно, фамилия. Вот это как раз-таки те традиции, которые сохранились из классицизма и перешли в реализм. Родион Родос Родос остров Уродос это остров, где у нас воспитывались великие полководцы. То есть он у нас боец. А если мы посмотрим Родион как со старославянского руда, то это кровь. То есть в самом имени главного героя уже есть мотив крови. Романович Роман римлянин опять у нас идет боец за какую-то справедливость. И вот классицизм Раскольников мы наблюдаем раскол его души, раздвоение его личности. Как мы этот раскол его души наблюдаем? Ну, во-первых, убью или не убью, смогу или не смогу, но у нас есть потрясающий метод, который включают многие писатели. Это сны. То есть через сны нас, читателей, нам позволяют просмотреть подсознание героя. То есть судить о героях не только по поступкам, не только по их диалогам, не только по их монологам, а именно впускают нас подсознание. И вот мы видим два интересных сна Раскольникова. Один до убийства, другой после убийства. До убийства что видит Раскольников? Он маленький мальчик и мужик крепостной, миколка, рубит топором лошадку. И этому маленькому роде стало жалко бедную лошадку. Так и цитируется. Жалко бедную лошадку. Какой-то был знак, что не нужно убивать, тебе будет жалко эту старуху проценчить. А второй сон после убийства, когда он приходит к Алене Ивановне, рубит ее топором, а она не убивается, она только скихикает ему в лицо, он пуще прежнего ее рубит, 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 она все больше и больше смеется. И мы понимаем, что образ этой старухи будет преследовать его до конца его дней. Вот так вот мы через сны видим олицетворение его фамилии Раскольников, раздвоение личности. Ну, я люблю копаться в значениях имен, и мне это очень нравится. Софья Семеновна Мармеладова, Елизавета Дуня, а тут бог у нас. Это женщины, которые окружали Раскольникова. Софья Семеновна Мармеладова, проститутка, это тоже, как говорил Набоков, ну как же пошло, роман у нас просто о сумасшедшем студенте, которого спасла проститутка. Якобы для 1966 года это не выглядело пошло. Софья Семеновна Мармеладова. Опять же, Мармеладова, говорящая фамилия, говорит нам о чем-то сладком, манящем, тут никакого закрытого эффекта нет. Софья, любая Софья в русской литературе всегда будет умная. Софья у нас Грибоедове, которая обвинила Чацкого в полоумии, Софья у нас Анвизина тоже, ну такая до тошноты, вот правильная девственница из церковно-приходской школы. И Софья у нас такая же, ну не девственница из приходской школы, она блудница, но мы ее жалеем, умная, все ее имя олицетворяет. Семеновна, Семен Мармеладов, это и был ее отец, пьющий, который жаловался на свою жену, Катерину Ивановну, говорил Раскольнику, господи, так я пью, а моя жена меня даже никогда не жалеет, она же меня ни разу не пожалела, и потом он был убит. Кстати, тоже попал под колеса кареты. Вот это, опять, убийство отца у нас, идет убийство отца в преступлении, господи, в преступлении наказания и в братьях Карамазовых. А что значит Семену древнегреческого? Послушник Бога. То есть мы понимаем, что Софья у нас дочь послушника Бога, так еще и Мармеладова, ну, святая проститутка. Лизавета. Сколько раз у нас убийца Раскольников? Трижды. Он убил старуху-проценщицу, Лизавету ее сестру, а Лизавета была беременна. Трижды убийца, вот тут у нас идет символика чисел, 3, 3, 3. Лизавета как раз таки была подруга Сони, они читали о Ветхий Завет, Евангелие. Соня сняла с нее крестик, они крестами там поменялись. А кто привел к эволюции души, кто помог воскреститься? То есть у нас, в принципе, роман о смерти и воскрешении души человеческой. Смерти, когда он убил старуху-проценщицу, воскрешение, когда он приходит к блуднице и говорит, слушай, я тут убил, у них там отдельный диалог, еще описывается такой интересный треугольник. В его нищенской комнатке склонились над вечной книгой убийца и блудница. Вот Набоков тоже над этим очень смеялся, говорит, ну как же это пошло, как же... Причем мы все время часто слышим про его убийство, во всех подробностях, но мы ни разу не видим, как Софья торгует своим делом. То есть мы должны на слово поверить автору, что она просто проститутка. Ну вот постфактум, она проститутка и все. Мы ни разу не видели, как она торговала своим делом. А когда мы верим художнику, художнику-писателю по штампу, это уже немножко не про литературу. Так нельзя, нужно иногда доказывать, почему, кто проститутка и так далее. Это потому, что это штамп, то, что она проститутка, это просто был штамп. Вроде красиво. И вроде бы она тоже, почему он к ней пришел исповедоваться, потому что она тоже пришла к грехопадению. Потому что блудницы в 19 веке были такие же преступницы, как и убийцы. И Лизавета. Лизавета переводится в древнегреческое, что Бог есть моя клятва. А Софья читала Евангелие, как раз таки, который принадлежал Лизавете. То есть, вы понимаете, да, Софья, дочь послушника Бога, читает Раскольникову Евангелие, женщины, которую он убил, и чье имя значит «Бог есть моя клятва». И получается, что та, которую он убил, помогла косвенно ему прийти к воскрешению. И опять же, у нас мотив какой-то божественный вокруг женщин, которые окружают Раскольникова. И Дуня благоволения. Евдокия, Дуня благоволения, это его сестра, которая тоже хотела пожертвовать собой, выйти замуж за нелюбимого, чтобы спасти от бедствия свою семью. Вот такая интересная история в значениях имен у Достоевского. Звукопись. Вот мы подошли к художественным тропам. Звукопись – это вообще интересный троп, который используется больше в поэзии. Звукопись делится у нас на алитерацию и ассананс. Алитерация – повтор согласных звуков, ассананс – повтор гласных звуков. Вот, допустим, что вообще звукопись, для чего она была создана? Для того, чтобы мы воспроизводили то, о чем говорим. Прошуршал шелест осенней листвы. Прошуршал шелест осенней листвы. И мы действительно создаем, воспроизводим этот шелест. Вот у нас алитерация на ше. А допустим, ассананс – «Уш, ты пустошь, моя пустошь, джуржавыстуженная, занедужившая». Вот мы действительно представляем эту пустошь и уауауауауаууаууу, это вот завывание в пустоши. Действительно, больше звукопись используется в поэзии. А как она используется у Достоевского? Вот он пишет. Описывая Алену Ивановну, старуху-проценщицу, вся склицкая волосенки, смазанная маслом. Кто у нас шипит? Змея. То есть мы, когда читаем и подсознательно воспроизводим змею, мы понимаем, что у нас старуха-проценщица олицетворяется змеей. Может, помните, наверное, все смотрели «Гарри Поттера», когда у нас там Гарри с Гермионой приехали в город, где он родился, пришли на могилу его родителей, и потом их там преследовала какая-то бабка, которая превратилась в змею. Нагайная, вот это, по-моему, змея Волдеморг. Я когда это читала, я понимала, что эта старуха-проценщица Алена Ивановна абсолютный прототип вот этой бабки. Понятно, что ни Роулинг не украл у Достоевского, ни Достоевский не украл у Роулинг, но действительно они очень похожи. И это Алена Ивановна со змеей из «Гарри Поттера» Нагайной. И о чем говорит Достоевский? О том, что даже змею нельзя убить. Даже такую пакостную, ужасную женщину, как Алена Ивановна, которая олицетворяется у нас со змеей, мы не имеем права убивать. И когда Раскольников приходит к Сонечке исповедоваться, во-первых, это любимая история, он говорит, это я убил. И Сонечка говорит, нет теперь тебя несчастнее на свете. Нет теперь тебя несчастнее на свете. То есть она понимает его муки. А потом он говорит, так я и кого убил? Я же просто вошь убил. А Сонечка ему говорит, это человек-то вошь, никого ты не имеешь права убивать, даже такую, как Алена Ивановна. А потом он говорит, его мнения постоянно меняются, этот Раскольников, раздвоение его личности. Соня, я же не старуху убил, я себя убил. То есть сначала он говорит, что я-то вошь просто убил, а я же себя убил. И Достоевский проповедует историю, что без падения нельзя познать Христа. Вообще нужно понимать для анализа художественного текста философию авторов. Вот у Достоевского какая была философия? Только путем страдания мы можем прийти к счастью. Только перестрадав, душа человеческая может понять вот это счастье, которое у нас рождается. Кстати, вот в «Идиоте» помните женскую дуэль между Настасьей Филипповной и Аглайей? И Настасья Филипповна Аглай ему говорит, вот посмотри на нее, она тебе соврала. И князь Мышкин, такой же, как Сонечка Святой, говорит, да, она же так несчастна. Вот эта вот история, как Софья, вот нет теперь тебе несчастья на свете. Она все время повторяется, повторяется, повторяется в романах Достоевского. Так вот, Достоевский говорил, только путем страдания можно познать счастье. А Толстой, у него была иная немножко философия, хотя тоже себя постоянно ругал. Толстой говорил, кто счастлив, тот и прав. Вот мне это ближе, кто счастлив, тот и прав. И философия Раскольникова. Ему Сонечка сказала, встань, выйди на площадь, поцелуй землю, которую, потому что ты перед ней согрешил, и скажи всем, я убил. Так Раскольников и сделал, и потребовал, и перед всеми признался, и говорит, ну все, давайте, ребят, меня на каторгу, каторга, которая была у самого Достоевского. И вот Раскольников на каторге, я читала записки Достоевского, каторги абсолютно такие же. Он смотрел на каторжных товарищей своих, удивлялся, как тоже все они любили жизнь, как они дорожили ею. И именно ему показалось, что востроги ее еще больше любят и ценят, и более дорога ею, чем на свободе. Абсолютно те же самые воспоминания, что и у самого автора. На этом все. Спасибо вам большое. Мне было очень интересно. Спасибо. 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 Спасибо.